Вы слушаете канал жаж.клаб. Сказки разных авторов. Хозяйка горы Самайн. Однажды десятилетняя Милли увидела в окне, пролетающую над их домом, ведьму. Она это сразу поняла. Ведь ее любимая мать каждый год рассказывала сказку про одинокую ведьму, живущую за горой Самайн. Милли оделась потеплее и вышла из дома. Поглядела на ночное небо и поняла, куда ей нужно идти. Она знала дорогу к ведьме. Да, мать и об этом ей рассказала. Она внимательно ее всегда слушала. Шла она цветочным полем, мимо густого соснового леса, и наконец вышла к горе. И тут Милли поняла, почему ведьма жила одна. Вокруг горы не было ни единой живой души. Уже в лесу она ощутила вселенскую пустоту. Было настолько страшно глухо, что она даже не слышала своего стука сердца. Но она не придала этому никакого значения и пошла дальше, за покрытую зеленым мхом, гору. Там, за горой, расположилась поляна. На ней росли кустики какой-то незнакомой ягоды. Милли подошла поближе, сорвала одну ягодку и положила себе в рот, ммм. Как вкусно. Интересно, как они называются. Надо спросить у ведьмы об этом. Сорвав еще несколько ягод, Милли направилась к ведьме в домик. Зайдя вовнутрь, она увидела роскошный диван в стиле готики, серый обеденный стол, вместо люстры висела лампочка, отливающая зеленым светом. Книжный шкаф стоял подле дивана, чтобы можно было быстро взять книгу и почитать перед сном. Стены домика были украшены темным цветочным орнаментом. На одной стороне висела своеобразная картина. На ней изображена женщина в черной колдовской шляпе. Милли представила хозяйку дома миловидной женщиной. Как же она ошибалась. Послышались чьи-то негромкие шаги. Милли быстро спряталась за диван и притаилась. Дверь открылась, и в дом вошла женщина. На голове колпак темного цвета. Одета она была в черное жемчужное платье. Из колпака виднелись локоны зеленого цвета. Глаза. А глаза Милли не смогла рассмотреть. Слишком уж далеко для нее было. Милли заметила, что женщина что-то начала подозревать. Она то и дело принюхивалась ко всем предметам меблировки. И вот подошла к дивану. У Милли сердце тут чуть не выпрыгнуло из груди. И она стала не по-детски нервничать. Сильно зачесалась левая щека. Милли хотела ее почесать, как вдруг к ней потянулась женская рука. Милли пришлось выйти из сумрака на свет к хозяйке. Хозяйка сказала ей. Ну, здравствуй, Милли. Давно не виделись. Как поживаешь? Милли ей и сказала. Здравствуй, МММ. Но как вас зовут? Я не знаю. Меня зовут Клэр Голд. Но зови меня просто. Гэээ. Продолжение читайте на сайте жаж.клаб.